А можете сравнить, пожалуйста, Final Cut и Adobe Premiere? Да, я чуть попозже покажу. По поводу еще переходов. Давайте посмотрим, наверное, одно из самых страшных видео, которое я видел с точки зрения переходов. Я буду смотреть его без звука. Вот оно. Простите, что заставил его посмотреть, но мы посмотрим это еще раз. Только более внимательно. Обратите внимание, у нас есть... То есть, по идее, все хорошо. Там дрон, разные штуки, переходы. Но у нас первый план очень короток. Почему он так перешел, я не знаю. Титрив, ну это вопрос вкуса. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Кому-то может понравиться, кому-то нет. Но вот то, что вначале у нас начинается видео с такого перехода, я бы монтажера просто сразу уволил за такое, если бы он мне такой монтажер показал. Ну, ладно, не может быть, не уволил, если их не очень много. Но беседу провел бы. То есть, здесь, допустим, ладно, это теоретически возможно. Ладно, давайте послушаем звук немножко. Я не помню, как это звук. Ну, хотя бы в ритме. Ну, нет. Через раз. То есть, вот этот переход, ну, я его, в принципе, принимаю, как он может быть. Хотя в прямой он досмотрелся абсолютно не хуже. Дальше вот это. Это просто ужас, потому что у нас переход со статичного плана на паноромирующийся. Если у вас паноромирующийся план начинает двигаться в этом переходе, это выглядит всегда очень-очень плохо. Такие косяки, на самом деле, ну, то есть, это в том числе и про вас тоже видео, да? Потому что у вас тоже наверняка подобные штуки могут быть. И если вы там, допустим, снимаете общий план, а потом начали там отводить камеру, и вы у вас до отвода камеры была склейка статика, следующий план статика, окей, вы взяли, повесили туда переход и не посмотрели, где он. И у вас со статики начался отвод камеры, вы просто это проглядели. Главное правило после того, как вы экспортируете файл, отсмотреть его. Ясно. Вот есть понимание, да, ситуация, а есть чувство вкуса. Да. Мне кажется, чувство вкуса, оно решает эту проблему, нет? Не всегда. Не всегда. Тут скорее, ну, то есть, знание всех этих нюансов, чувство вкуса. Ну, чувство вкуса, да, но тоже помогает. Ну, кто-то может сказать, что ему такое нравится, окей, я это как бы принимаю. Я говорю, что это неправильно просто с точки зрения монтажа, я не говорю, что это безвкусно. Я не буду просто это говорить. Вот, потому что это, как кто-то может считать это гениальным монтажом, и я не буду его винить на эту тему. Вопрос? Да. Есть какое-то правило, скажем так, да, которое нужно соблюдать? С чего, на что можно переходить? Там, допустим, с панорамы на ест, на ест, там, со статики на панораму или как? Ну, как правило, у вас панорама должна, ну, если у вас панорама переходит в панораму, она должна переходить в панораму в ту же сторону. У вас не должно быть сначала туда, а потом слегка, резко, обратно, например. У вас там есть правило, что вы там с общего панорама переходите на крупный. Можете крупный, 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 потом общий. То есть с общего на общий у вас это, скорее всего, не сработает. Но это все правила, которые, ну, там, может, там, не знаю, там, Соколовского, помню, или сколько там, есть правил монтажа посмотреть. Это такие вещи, которые вы должны, на самом деле, сами примерно видеть. И вы по ней посмотрите вот склейку. Ну, вот вы реально вот просто просматриваете несколько раз склейку. Коробит она вас? Не нравится она вам? Что-то думаете, как же что-то мне сделать? Нет, понятно, что она может меня коробить, но я хочу ее переделать, но я не знаю, как нужно переделать. Вот я просто спрашиваю. Вот как бы здесь вы сделали. Здесь я просто приму бы это. Ну, я это бы, на самом деле, просто по-другому. Но я в прямую это смотрелось бы гораздо лучше. По крайней мере, то есть переход вот отсюда, у нас как бы движение вперед на вот эту панораму, оно, в принципе, нормально, оно может склеиться друг с другом. Другое дело, что у нас здесь панорама назад, ну, в ту сторону, да, то есть это... Ну, да, у меня это в ту сторону. Я думаю, здесь еще проблема в том, что, скорее всего, это не настоящая панорама, это фотография, и сначала у тебя идет наезд, и тут визуально ты отдаляешься прямо сразу в следующем кадре, еще и через программу. Ну, да, да, возможно, это не настоящая панорама, но я бы сделала, например, в другую сторону двигающейся, потому что здесь ощущение, что мы двигаемся назад, а если ее просто реверснуть, то он будет двигаться вперед. Ну, слева-направо же мы двигаемся, читаем, если мы не арабы или не евреи, то, ну, это нам привычно. Где-то, кстати, помню, не знаю, не нравится нам компания. Может быть, здесь это замечено. Если съемка на две разные камеры ведется, то цвет бывает разный. Это принципиально сводить именно в одну цветную камеру? Это хорошо бы, если вы можете это сделать, это хорошо бы, потому что у нас есть куча разных единств. Сейчас скажу, у нас есть единство повествования, единство там по монхажу, по цвету даже. У нас единство цветового повествования, может быть, когда у нас в рамках одной сцены примерно одинаково выглядит кадр, либо если это там диалог какой-то, то с учетом окружения. И если вы клеите два плана подряд, но здесь такого нет, потому что здесь на одну камеру все снималось, скорее всего. Здесь такого нет, но если бы вот этот кадр был, грубо говоря, синим, а вот этот кадр был там зеленым или желтым, ну, теплым и холодным, один теплый, другой холодный, у нас, как у зрителя, возникло бы ощущение, что эти кадры из разных мест, из разных времен и из разного времени. А мы хотим сказать, что это вот единая такая продолжающаяся история. Если же мы, наоборот, хотим, что это в разных местах показать, там, это типа Москве, это там в Сочи, и мы берем, покрасим это по-разному, и визуально зрителям еще... Чем это лучше направлять, кроме глазу? Цвета, в основном глазом и приборами, так сказать, коррекция. Ну, есть приборы, которые там типа скопс, которые вам помогут это. Давайте сейчас посмотрим получше пример. То есть, это опять же, да, на вкус и цвет. Я считаю, что это пример получше использования этих же микшеров. То есть, тот же самый прием, просто он здесь выглядит вот так вот. То есть, у нас здесь ролик про... Ну, это про игру, это Star Citizen, про большие корабли, и он у нас очень с плавной музыкой. Ну, вот такая, да, музыка там, условно, аэмбин. Видели, вот там переход был плавный с первого плана на второй. Здесь из-за того, что это плавно, все медленно, у нас медленный ритм монтажа, у нас это выглядит именно так, и мы можем себе позволить делать переходы. Там, да, вот здесь у нас ушел он просто в пустоту, и пошел следующий. Ну, это на самом деле он же, но неважно. Он ушел у нас, растворился не на нем, хотя, если бы мы подвинули кадр, он бы растворился в него. Это было бы немножко грязновато, когда у нас накладывается вот так вот одно на другое, когда можно сделать, ну, какая компрессия страшная, здесь немножко по-другому выглядит. Ну, просто ярко здесь заграно. Это такой монитор. Ну, да. И вот у нас ритм. Ритм монтажа тоже очень важен. У нас как бы есть биты музыки, которые нам помогают делать склейки. И монтировать под музыку, это довольно просто, хотя на самом деле у многих это вызывает вопросы. Это, опять же, ничего страшного. Но найти сильную долю под нее намонтировать, это можно. Это вам поможет в ритме. Вы, если вы отключите музыку у этого ролика, он, в принципе, тоже будет нормально смонтирован. Если вы возьмете свой ролик и отключите в нем тоже музыку, и он будет по-прежнему нормально смонтирован, смотреться, это вообще отлично. Вот обратите внимание, сейчас мы там зашли внутрь этого корабля, и здесь будет очень интересный момент, когда у нас через вот эти микшеры мы покажем много-много-много разных деталей. То есть, казалось бы, такой плавный прием, но вот сейчас, по-моему, он будет где-то. Да, то есть, здесь у нас это почти тот же косяк, который я показывал в прошлом видео, когда у нас там все друг друга наслаивается. Но здесь так сделано, и у нас здесь такая музыка, что нам показывают, типа, тут есть такое, 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 такое. И у нас все совсем смешано, как будто. И он у нас использован, ну, в одном маленьком кусочке, такой бодра-бодра нарезка под микшеры. Опять же, кому-то это может не понравиться. Я считаю, что здесь это сделано прикольно, потому что вот он дает вот это вот плавное ощущение. Он сохраняет плавность ощущения, но при этом показывает, ну, не дает рубленности. Но он через микшеры дает вот такие вот визуальные штуки. Вот. Здесь ролик немножко затянут, он где-то полминута три длится. Я бы, скорее всего, музыку немножко подсократил, вырезал кусок музыки, аккуратно бы ее сшил и сделал бы его короче, потому что, ну, потому что немножко, да, затянуто. Но, тем не менее, вполне себе миленький ролик получился с теми же приемами, но просто положено. Вы бы не могли показать какую-нибудь свою работу, интересно, как бы ее прокомментировали? Сейчас, давайте посмотрим, что еще. Давайте сначала покажем вот эту штуку, возможно, я знаю, потому что буквально вчера меня здесь блогер показывал, вот этот пример и спрашивал, как и что здесь сделано. У нас есть, как бы, говорящая голова, здесь у нас она-она. Снято очень просто, мы снимаем на штативе и где-нибудь здесь делаем разрез по кадру в маску, и у нас, как бы, человек с человеком взаимодействует. Это довольно прикольно. То есть, как разнообразить вашу говорящую голову? Ну, вот можно вот так вот разнообразить, может добавить вот эту графику. То есть, эта графика довольно проста. То есть, у нас, как бы, она очень коротко выглядит, но вот у нее здесь она притречена, то есть, привязана, вот этот блик привязан вот здесь к какому-то месту, ну, в голове. Вот эти штуки тоже привязаны к ней. И они длятся не очень много кадров, это вы тоже вполне себе можете позволить себе сделать. Вот, допустим, да? Очень важная рекомендация.